Добрый день, дорогие друзья, уважаемые болельщики! Мы рады вас приветствовать на поле Академии Спартака имени Фёдора Фёдоровича Черенкова. Десятый тур Юношеская футбольная лига, первенство России по футболу среди мужчин до 18 лет. Да, действительно, они уже не мальчики, они мужчины. FL1 стартует наш матч. Интереснейшая, не всяких сомнений. И вас убеждаю в том, что получится эта игра, по-тругому ведь и не может. Неоднократно вызывался под знамена своей национальной сборной, поэтому надо, надо, конечно, посмотреть и за этим девятым номером, но в то время, пока атакует Родина, по сути дела, первый момент, и удар по воротам приводит к забитому голу. И удар в исполнении Древнова стал настоящим солнечным ударом для Павла Панфилова. Для Древнова. Это дебютный гол у ЮФЛ. Сегодня вообще день дебютных голов в рамках этого противостояния. Добрался до границы штрафной площади, там всё сделало классно. Неудивительно, ведь Древнов изначально атакующий футболист. Да, пенальти. Пенальти. Здесь не нужны никакие повторы. И будет иметь возможность в том числе и сравнять счёт, забить свой очередной гол. Берёт разбег Воронов. И здесь мимо! Вот это да! Футболист, которого не так активно рекламировали, просто испортил 100% возможность. Попытка древлинга. Один в один. Внутри штрафной площади Урал владеет мячом. Отличная передача. И здесь до верного пытаются игроки довести. Хлебегов. Подача. Горбачёв. Отличная скидка на дальнюю штангу. 2-0. Конечно, большую заслуги в этом взятии ворот сделал Горбачёв своей скидкой, но мяч не пересёк линию после его удара головой. Направление дальнего угла. Борисов с близкого расстояния позволяет Родине уйти в отрыв. Здесь Артём Галкин. Вот так и вырезался с соперника, но атака продолжилась. То есть три разных футболистов пробивали. То есть не первый случай, когда по ходу Урал получает право на исполнение пенальти. Здесь имеет шанс для разгромного счёта, увеличения своего отрыва Родина. И с передачи древного забивает Борисов. Браво, Борисов. Отличный гол и 3-0. Но мяч сам к ним приходит после неточной передачи в исполнении футболистов Родины. Воронов. Мяч под левой ногой. Удар. Будет добивание. И, по всей видимости, будет гол. Да, мяч на центр. Удар. Артём Галкин. 11 номер. После удара в Воронову мяч скачал уже в направлении Галкин. Тому особого труда не составило. Не составило с близкого расстояния поразить цель. Направлен на развитие футбола. И ещё в 2021 году Российский футбольный союз присвоил Академию статус регионального центра. Численность воспитанных с каждым годом всё растёт. Это растёт становится больше. Важной составляющей работой Академии является её усовершенствование инфраструктуры. Арсен Ахмедьянов. Опасно. Мяч в штрафной площади. И почему же в касании? Совершенно. Одилл занял грамотно позицию между Васильевым и Горбулёвым, которые принимали участие и в международных турнирах. Но пока Галкин есть возможность оформить дубль. Не было офсайда. И Росляков здесь на пару с защитником центральным пришёл на выручку. Видимо, этот жесткий разговор в перерыве с главным тренером. Вот такой удар и неожиданный. Артём Галкин. Удар. Вот Галкин бахнул уж точно. Переводя мяч на угловой стандартное положение, сам Галкин и отправляется на подачу или розыгрыш мяча здесь неподалёку. Борисов. А есть у него ещё силёнки? Есть. И здесь придерживает его соперник. Но передача доходит до Каракина. Артур бьёт. Гол. Да. Да. Да-да-да-да-да. Это 4-1. Артур Каракин с передачи Даниила Борисова. Два гола. Иглевая передача в этом матче. Я думаю, что 100% по итогам этого тура он будет символической сборной. Появляется тем временем у Андрианов на поле. Потеря мяча. Здорово сыграл Андрианов. И 3. Аж уже 4 в 4 идёт. И атакует Родина. Борисов катит на Данииляна. Арман с мячом. Арман бьёт штанга. Будет финальный свисток. Берёт разбег. Подача на дальнюю штангу. Шарапов. Мяч не достанет. Звучит финальный свисток. Родина одерживает победу со счётом 4-1 в ЮПЛ. Один набирает тем самым 19-е очко в нынешнем сезоне после 10 проведённых матчей. Есть 3 из 3. И в данном случае разгромная победа.